Всем привет! В эфире Универ Ньюз. С вами я, Абдулина Арина. Наша команда подготовила для вас порцию свежих новостей. Итак, сегодня в выпуске. Презентация военного инновационного технополиса ЭРО в КФУ. Химический институт имени Бутлерова КФУ посетили специалисты компании Танек. Студенты КФУ отправились на пресс-тур в управлении Росгвардии Татарстана. Президентом Российской Федерации на заседании военно-промышленной комиссии в сентябре 2017 года Министерству обороны было поручено организовать работу по созданию военно-инновационного технополиса ЭРО. Студентов КФУ ознакомились с целями и задачами данного проекта. Подробности узнавал наш корреспондент. 20 марта в Казанском федеральном университете состоялась презентация военно-военно-инновационного технополиса ЭРО и научных род для студентов КФУ. Рассказать о созданном год назад технополисе в республику прибыл полковник управления научно-исследовательской деятельности Министерства обороны Российской Федерации Антон Малаховецкий. Год назад решением президента Российской Федерации, его указом, был создан и сформирован военно-инновационный технополис. Создан он был в городе Анапа, на берегу Черного моря стоит технополис. И на данный момент у нас уже созданы 4 научных роты, развернуты 18 научных лабораторий. Цель создания военно-инновационного технополиса ЭРО – обеспечить поиск, развитие и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере. Покажем, какие возможности есть у университета для работы вместе с ними. И наша задача, чтобы именно то, что мы делаем, было не только для гражданской значения, но и военной, то есть, чтобы можно было совместно работать и это дальше внедрять. ЭРО – новая модель взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. Пристальное внимание уделено образовательным программам для молодых ученых в рядах Российской армии. В ходе презентации студенты КФУ узнали о возможностях, предоставляемых технополисом ЭРО для их дальнейшего развития и повышения квалификации. У нас уже трое ребят учатся, то есть, служат в этих ротах. Всего по Татарстану 9. Наши, значит, студенты, бывшие студенты, они на хорошем счету и очень, значит, ими довольны руководством. Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс. В Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялся визит специалистов технического управления и развития АО «Танека». Подробности в следующем сюжете. 20 марта Химический институт имени Бутлерова посетили специалисты технического управления и развития АО «Танека» с целью обмена опытом и ознакомления с техническими возможностями пилотных установок института. Посещение университета, химического института, это прежде всего ознакомиться с возможностями, прежде всего техническими возможностями института в области разработки, испытания, тестирования катализаторов. Компания АО «Танека» – специально ориентированное динамическо развивающееся предприятие, выпуск продукции, которые отвечают высоким экологическим стандартам при минимальном влиянии процессов производства на окружающую среду. Процессы, которые у нас есть на нефтепереработке, это гидроочистка процесса, гидроочистка нафты, гидроочистка керосиновых фракций, дизельных фракций, гидрокрекинг процессы. Ну и по адсорбентам это очистка различных схемологических газов. С 2015 года химический институт уже имеет определенный опыт работы стать нефтью по теме разработка катализатора и процесса снижения вязкости нефти Ошельчинского месторождения после обезвоживания. Кроме снижения вязкости им удалось удалить часть серы, что повысило качественные характеристики нефти. У нас получилось, что кроме снижения вязкости мы можем удалить часть серы из нефти, то есть провести гидрооблагораживание нефти. Это поднимает ее качественные характеристики. И в рамках работы над этим катализатором мы создали макропористый носитель, который очень хорошо подходит для превращения крупных молекул нафтеновых углеводородов и так далее. То есть тех молекул, которыми очень, к сожалению, богата наша татарстанская нефть. Студенты КФУ посетили управление Росгвардией по Республике Татарстан. Там их ознакомили с работой некоторых структур службы. Все подробности в нашем сюжете. Для студентов высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета был организован учебный пресс-тур в кинологическую службу управления Росгвардией по Республике Татарстан. В реальных условиях студенты отрабатывали теоретические знания, такие как пресс-подход, работу с первоисточниками и пресс-службами и так далее. На месте ребят познакомили с различными техническими средствами, такими как, например, защитным костюмом сапера. Значительная часть внимания была уделена специально обученным собакам, которые работают на поиск и выявление взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов. Все они выполняют задачу в городе. По звонкам, по любым выездам и так далее. Да, может быть, эту работу не видно, да, может быть, у них нет там медалей и орденов, но задачи выполняются. И каждый кинолог понимает, что от работы его собаки зависит жизнь. И это возлагает очень большую ответственность. Далеко не все собаки способны на выполнение таких задач. На это влияет множество факторов. Уже выявлены наиболее подходящие породы животных. Однако имеют значение особенности каждой собаки в отдельности. Есть такая категория, когда собака является непригодной к службе по своим характеру, может быть, по каким-то физическим особенностям, по болезни, может быть, даже какая-то выявленность с возрастом. Нюансов очень много. То есть такие собаки выбывают со службы. Мы оформляем договор безвозмездного дарения и отдаем этих собачек всеми. Кинолог самостоятельно выбирает себе служебную собаку. Подготовка к будущей работе может занимать разное количество времени. Дрессировка вообще начинается с того этапа, когда у кинолога есть контакт со своей служебной собакой. Когда он ее понимает, и он уже отобрал тот приоритет поощрения, в котором будет строиться дрессировка. То есть это, как уже было озвучено, это либо игровой способ, либо это вкусопоощрительный, когда мы собачку едой поощряем. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Студенты Казанского федерального университета успевают не только учиться, но и проявлять свои таланты и амбиции в творческом направлении. А также начинают строить свой профессиональный путь уже сейчас. О том, как реализоваться в любимом деле, точно знает Арина Коструба, студентка филологии и межкультурной коммуникации КФУ. Будущий педагог по английскому и испанскому языку Арина Коструба не представляет свою жизнь без фото и видеосъемки. Еще в возрасте 11 лет она только начинала свою творческую деятельность, вязав руки фотоаппарат и сделав первые снимки. Когда мне подарили лет в 11, наверное, мою первую мыльницу, я фотографировала просто все, запечатляла это, снимала видео, и тогда уже начинала монтировать свои первые пробные ролики, и они были ужасными. С каждым годом опыта становилось намного больше. Поступив в Казанский федеральный университет и побывав на профильной смене в Яльчике, ее сразу же заметили руководители творческой группы проверенной института филологии и межкультурной коммуникации и предложили стать руководителем фотонаправления. Командой занимается не только освещением студенческих мероприятий. В их группе можно найти множество полезных лайфхаков и интересных проектов. Мы часто проводим там какие-то акции, например, из наших таких, ну, последних интересных каких-то работ. Это мы ловили всех на фоне нашего института и фотографировали. То есть просто мы изначально анонсировали то, что вот у нас будет проходить фотосъемка, и каждый желающий может получить себе классные аватарки. Мы просто стояли, снимали на видео, только проходит этот процесс, и фотографировали. Помимо университетских проектов, Арина также реализует различные идеи вместе со своими друзьями. Это может быть как необычные фотосессии, так и любительские видеоролики. Если Арина что-то обещала сделать, она в лепешку разобьется, она сделает это. Она готова, в принципе, рисковать. То есть если ей предложить какую-то сумасшедшую, просто невероятно бредовую идею, то она ее, конечно же, поддержит. Она сделает все, чтобы ее воплотить в жизнь. У каждого в жизни бывают различные трудности. Но несмотря ни на какие преграды, студентка КФУ Арина Коструба продолжает двигаться вперед и заниматься любимым делом. В последний год именно на втором курсе я начала еще и работать. И из-за этого очень много таких моментов, то что я просто прихожу после мероприятия, возможно, после работы. То есть после мероприятия иду на работу, после работы возвращаюсь домой. И не сплю, потому что к утру уже надо выложить обязательно фотографии. А желательно даже в этот вечер отправить их на почту, несколько снимков уже для сайта, для статьи. Поэтому это немножечко изматывающе. Но, опять же, если ты занимаешься любимым делом, мне кажется, это не так важно. То есть главное это творить. Татьяна Левина, Универ Ньюс. На этом все. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok